Футбольный клуб «Луч Энергия» продлил безвыигрышную серию в домашнем матче с питерским «Динамо». Приморцы начали матч по-хозяйски, больше атаковали и едва не забили уже на первых минутах. К середине встречи баланс игры выровнялся, и началась настоящая перестрелка. Первыми счет открыли гости. После прострела с фланга отличился Власов. Всего через пять минут «Луч» смог ответить. Подачу с углового реализовал Хлебородов, который сравнял счет. Но уже в добавленное к первому тайму время питерцы вновь вышли вперед. Преимущество заработал Сарамутин. Счет 1-2 продолжал висеть на табло и во второй половине матча. Увы, но финальный штурм у приморцев не удался. Игра так и завершилась в пользу «Динамо». Мы прекрасно отдавали отчет, что «Луч» постарается с первых минут оказать давление. И тот навал, который был на протяжении всей игры, мы к этому готовились. Поэтому большое спасибо своим ребятам за то, что они с этим давлением справились. Как может быть игра, когда так пиздарно? Пропускать мячи такие. Сегодня хотелось поменять. В начале матча уже трех защитников. Это очень серьезная проблема, когда нет надежности игры в обороне. В принципе, это нам и стоило этих пропущенных мячей. После четырех поражений «Луч» опустился на предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе всего четыре очка. Теперь приморский клуб отправляется на выезд, где уже 9 августа сыграет против Тюмени. Хоккейный клуб «Адмирал» начал борьбу за кубок президента Казахстана. В первом матче предсезонного турнира приморцы встречались с омским «Авангардом». Игра началась довольно активно. Уже в первом периоде соперники смогли забросить друг другу по две шайбы. У моряков отличились Горшков и Воронин. Во второй двадцатиминутке «Адмирал» усилиями Блума и того же Горшкова закинул еще две шайбы. А мячи ответили только одной – 4-3. В последнем игровом отрезке «Авангард» догнал приморцев и в итоге увел матч на овертайм. В дополнительное время удача оказалась на стороне моряков. Победную шайбу забросил лучший бомбардир команды Владимир Ткачев. 5-4. Если в играх в Южной Корее мы проверяли, кто на что способен, не уделяя внимания большинству и меньшинству, то в Астане нам надо уже определяться, с кем мы пойдем дальше. У нас шесть троек и в следующей игре будет наполовину другой состав. Мы хотим дать всем шанс и посмотреть, как действуют различные тактические схемы. Следующую игру в рамках турнира Владивостокский клуб проведет с Челябинским трактором уже 8 августа. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.